В Актау разгорелся или разразился скандал вокруг тендера. Этим летом Горакемат провел конкурс по благоустройству одного из микрорайонов. После того, как подрядчик занялся прокладкой внутренних дорог, начались судебные разбирательства. Проигравшая фирма не согласилась с результатом конкурса и настаивает, что он прошел незаконно. Мол, отдел строительства заключил договор с уймой ошибок и нарушений. Но пока обе стороны отстаивали свои интересы в зале суда, подрядчик успел выполнить 80% работ. Динара Нургалиева разбиралась. Компания, победившая в конкурсе по благоустройству 27 микрорайона Актау, была незаконно допущена к нему, настаивает руководитель конкурентной строительной фирмы Дана Нуралиева. Женщина более 10 лет занимается строительством дорог. В Магисталской области последние 5 месяцев свои интересы бизнес-вумен отстаивает в зале суда. И задается вопросом, как компания, у которой выявлены нарушения на стадии технической спецификации и несоответствие в пунктах договора, могла победить. Этот тендер был незаконно, во-первых, разыгран. Компания Мегастрой была незаконно допущена к этому тендеру. Решение Департамента государственной аудиты, ни их комитета, ни решение суда их никак не остановило. Экономический суд также решил, что компания Мегастрой незаконно допущена к этому тендеру. Мы являемся вообще вторыми победителями. Не согласившись с решением экономического суда, представители Акимата направили апелляцию. Но в областном суде оставили решение первой инстанции, по которому договор между подрядчиком и отделом ЖКХ признан недействительным. Когда вышло решение первого суда, работы уже были выполнены на 50%. Сейчас основная часть республиканских бюджетных средств уже перечислена на счет подрядной организации по акту выполненных работ. И мы не смогли остановить работы, потому что в решении суда об этом ничего не говорилось. Мы не согласны с решением апелляционного суда и будем обжаловать его в кассационном суде. Тем временем ремонт дорог внутри микрорайона практически завершен. Почти полностью выплачена сумма – 583 миллиона тенге. Как бы ни было, в середине декабря заказчики намерены принимать выполненные работы.